Этот медвежонок, его зовут Михаил Таптыгин, он является официальным символом и талисманом Олимпиады в Москве в 1980 году. Гимназия Дмитров на пару часов превратилась в музейный комплект со всеми необходимыми атрибутами. Экспонаты, витрины, стенды, сиденья для посетителей, экскурсоводы и экскурсанты. Над созданием 18 самодеятельных музеев трудились в течение полугода ученики с 5 по 10 классы. Эта работа проводилась в рамках проектной деятельности гимназии. Общая тема проекта – музей там, где живет история. Здесь продажи, как всегда, всем-всем продаем, по дешевке отдаем, чтобы чай и вкус запомнить, на подносе его пьем. Процесс взаимодействия детей с окружающим миром не менее важен, чем обучение. И поэтому в нашей гимназии уже на протяжении 11 лет существует замечательная традиция, когда мы каждому классу в начале учебного года выдаем творческое и следовательское задание по определенной теме. И класс в течение учебного года совершает тематические экскурсии, тематические экспедиции, исследуя данную тему. С целью сбора информации и вещественных экспонатов ученики гимназии совершили более 50 экспедиций. Большая работа была проделана гимназистами и дома, вместе с родителями, потому что многие предметы были изготовлены вручную. Некоторые старинные вещи нашлись в домашних запасах у бабушек и дедушек. Благодаря умелым рукам они обрели вторую жизнь. 1 сентября наш класс получил тему проекта «Фауна». Начали подготовку музея мы с поездки в Государственный Дарвиновский музей. Там мы посетили экскурсию и узнали много о животных нашего мира. Музей наш состоит из подделок, которые мы делали своими руками. Они созданы из разных материалов, из дерева, картона, также из бисера. Также в нашем музее присутствуют шкуры животных и рисунки. Мы очень долго работали над нашим музеем, защитили его. Мне кажется, что у нас всё получилось очень хорошо. В этот день музейные гостиные посетили учащиеся начальных классов и воспитанники детского сада, работающего на базе гимназии. Участники проекта также могли осмотреть несколько экспозиций из 18, в числе которых музеи архитектуры, олимпийского движения, народной культуры и промыслов, истории летательных аппаратов, географии, этнографии, космонавтики и многие другие. Мы делали проект про автомобили. Мы посетили Московский государственный автомобильный музей, где представлены автомобили разных марок. Мы старались найти большинство машин, советских именно марок, и нам удалось, у некоторых родителей остались их детские игрушки. Мне кажется, у нас проект очень даже получился, потому что все дети, которые защищают проект, мы старались, все ученики. Проект музейных гостиных является конкурсным. Все классы защитили свой музей перед жюри. В него вошли педагоги гимназии и представители музея-заповедника «Дмитровский Кремль». Специалисты оценивали работы по нескольким критериям, таким как содержательность, объем, достоверность информации, грамотное использование терминов и понятий, оригинальность и эстетичность оформления музея и другие. Мой класс работал с музеем кораблестроения. Для того, чтобы нам узнать много нового о кораблях, мы побывали в Переславле-За-Лесском, в ботике Петра Первого. Также мы еще ездили в музей подводных лодок. Сегодня также наш класс побывал в музее спорта. Больше мне понравилось всего смотреть награды учителя физкультуры Титова Виктора Сергеевича. Подведение итогов состоится 22 февраля в рамках проведения школьного конкурса песен. В трех возрастных группах будут определены победители и призеры. За первое, второе и третье места учащимся подарят сертификат на поездку в музей театров Москвы. А 11 марта в родительский день музейные гостиные смогут посетить мамы и папы гимназистов. Субтитры создавал DimaTorzok